здравствуйте дорогие друзья мы находимся в городе дотани штат алабама соединенные штаты америки и я нахожусь в своем любимом кафе ненадолго забежали на несколько минут просто посидеть в тишине попить кофе или мачо я себе заказала мачо вот жду когда ее подадут друзья много вам говорю про то что я мачо и хотела вам немножко пояснить что такое вообще почему я пью мачо я была раньше очень привязана кофеин и кофе и где-то вот примерно год назад я отошла кофе почему-то мне в телефоне камера вверху или если я телефон в длину то она на стороне камера и кажется что я все время смотрю куда-то я вроде смотрю на изображение а получается что я смотрю не на камеру ну вот хотел вам сказать что мачо это вообще как заметить кофе я была очень долго привязана к кофе и уже где-то год я кофе не пью я очень рада что я его не пью потому что я могу утром просыпаться и я проснувшись мне кофе не нужно чтобы проснуться но иногда хочется вот этой энергии которая она не такая сейчас замечается если я даже глоток кофе выпью у меня вот так вот даже из стороны в сторону и чувствую этот кофеин а в мачо кофеин мягкий очень там небольшая доза этого кофеина и на тело он тоже влияет очень мягко то есть вообще мачо это зеленый чай он особого сорта и его перемалывают очень мелко в хорошок такой сорт чай растет только в одном месте в японии определенном месте в японии а я к тому что что такое мачо мачо к мачо нужно мачо не все любят не всем она заходит но я ее очень люблю вот хотела бы просто пояснить почему почему я пью мачо вы часто видите что я даже в кафе беру мачо всегда кофе я уже не пью я пробовала у меня просто как не заходит уже что хорошо также не пью молоко я пью заменитель молока молочный тоже не употребляю вот это годы слушая прислушивание к себе я заметила что мое тело реагирует на сахар на молоко на кофе каким-то определенным образом и я начала изучать и вот оказалось что кофе и вот сахар и молочное сильно влияют негативно на моё тело когда я их убрала из своего питания мне стало намного лучше жить нам дали вот такой таймер когда он заиграет красными огоньками это значит наши напитки будут готовы и вот вот пожалуйста наши напитки готовы вуаля посмотрите какой красивый листочек у меня на мачо в красивой кружечке с блюдечком и холодный чай масала плюс шоколадный брауни это оказывается автора такого 60-х но ему очень нравится это научная фантастика почти 5 часов вечера поэтому людей не так уж много пьют кофе мы пьем не кофе а чай поэтому нам нужно очень приятная здесь атмосфера и бармены или как их называешь которые готовят приготавливают кофе и чай во первых они очень очень профессиональные вот даже вот эти вот чайнички они должны нагреваться для определенного чая сорта чая они ставят специальный термометр и нагревают его до определенной температурой вот в основном студенты молодые люди один тут мальчик работает который ну вообще их несколько которые очень хорошо запоминают лица они буквально вот на нас посмотрят и уже знаю точно какой заказ до тонкости причем не надо даже говорить они просто спрашивают а вам это и они уже знают точно какой заказ что просто замечательно конечно вот этот один мальчик он учился не мальчика молодой человек он стоит студент в местном университете и будет продолжать учебу в нашем любимом университете ауборнии который от нас находится в двух часах езды и у них очень сильный инженерный факультет зашла магазин оптовый у нас здесь смотрите продается вот это вот батя флай бош это для бабочек куст бабочкин куст и пионы древовидный до пилу продается так интересно вот это вот принцесса у меня такой есть куст красивый цветет красиво да это принцесса или не принцесса розмарин деревца а вот это я думаю это папайя похоже на папайя всякие интересные стиле что это похоже на лаврушку но это не лаврушка что это не значит а зале и огромное просто вот глициния фиолетовенькая вот эти вот красавушки красивые тоже цветочки но в этом магазине выбор цветов небольшой здесь обычные цветы не покупают это не цветочный магазин рода дентрон 14 долларов за полцены акция и это тоже все они по акции смотрите вот это глициния тоже 18 по акции азалия 11 акции но мне ничего не надо что такое оралия я не знаю интересно что такое оралия вот это вот розмарин 11 долларов такой кустик взять что ли мне не надо вот тут всякие смотрите дерево фиговое но мне тоже не надо огромное такое восемь долларов все пион 10 но он же не будет расти эти дешевые деревья 10 долларов за такое огромное дерево смотрите это яблочное такое яблоко уже нет и вот эти вот гибискусы деревья 12 долларов всего лишь красивые мне нравится яблоко в магазине называется он сенс и вот просто прохаживаюсь и конечно просто прохаживаться не получается уже он смотрите успел накопить коврик вот такой кубик прикроватный дело хорошее кубик пропал 1 можно на 2 кубика салфетки бумажные салфетки салфетки вот таких рулонов 16 вонов этот коврик 14 долларов ананас 2 с чем-то у нас купили и авокадо по моему доллар за штучку получается 6 долларов а вот насчет этого еще я думаю шахта хорошая фирма вот такие обувь но она не дешевая 59 долларов вот не знаю надо или не надо это я думаю такой у нас оптовый магазин тут можно как сами видите купить одежду и обувь и салфетки и туалетную бумагу вот и продукты да я купила шпинат я еще купила где вот еще шпинат купила что я еще здесь покупала здесь можно купить сахар рис что только можно здесь не купить а вот тут кстати приправы еще есть хорошие дешевые но не дешевые но подешевле здесь вот в этом магазине нужно иногда купить что-то подешевле даже одежду шурты мы своему сыну покупаем смотрите соевый соус такой огромный за 6 долларов такие огромные ям ям соус это корейский 4 доллара вот кокосовое масло мы здесь покупаем 1 литр литр 66 1 литр 66 десятых сотых 7 долларов 8 долларов короче за почти 2 литра авокадо авокадо масло авокадо 8 долларов за 1 литр что тут еще оливковое супер экстра руджин ну 11 долларов если вы любите майонез можно в таких количествах покупать его ну это видимо рестораны покупают джинсы можно купить ливай за 30 это ненормально вот ряды тут прямо шортики это штаны неплохие штаны кстати такие шорты ряды и обувь там дальше обувь просто бывает распродажа вот за 8 долларов то 10 было то за 8 нужно купить шорты вот такие здесь все продается оптом по многу поэтому даже есть такая поговорка размера сэмс сэмс называется сэмс сэмс и вот это кофе все тут покупаешь большого размера кофе я уже наверное побегу уже закончила свои покупочки закончила свои покупки вот не знаю насчет этих насчет этих вот сандалии не знаю стоит 60 долларов поэтому давайте все подумаем представляете какой конфуз в этом магазине сэмси нужно карточку это как бы клуб такой называется клуб сэма ну карточка то у меня есть но я ее отдала дочери потому что у них здесь заправка с очень дешевым бензином сейчас бензин подорожал какой-то там кризис где-то подорожал бензин и я ей дала карточку заправиться набрала себе всего подхожу расплачиваться хорошо что-то расплачивалось самообслуживание и а у меня карточки нет пришлось все положить обратно и в следующий раз уже все куплю такие бывают конфузы но ничего страшного вот покажу вам сейчас заправку вот заправка вот заправка обычно вот сейчас в других у нас в других заправках 2.79 на 20 центов за галлон галлон это 4 литра а 20 где-то на 20 центов дешевле поэтому тут даже очередь стоит видите удачи нужно заправку не бывает очереди но на этой заправке тоже нужно сначала вот эту карточку клубную карточку сначала вставить а потом а эта карточка стоит до 50 долларов до 50 долларов в год ее нужно обновлять развод ну вот пришлось мне оставить всю тележку которая набрала и еду я уже выхожу отсюда вышла так такой конфуз получился ну не страшно зайду в следующий раз ну вот друзья так выглядит эта карточка а я с вами уже буду прощаться вот так сегодня выглядел мой день или несколько его частей я вам желаю самого лучшего здоровья радости бодрости счастья хорошего настроения и носите всегда с собой карточки если вы принадлежите какому-то клубу это конечно шутка вам желаю всего всего самого доброго и до новых встреч